В Альск, Викстеп, Чачача и Самбо. Дворец спорта Норд на один вечер превратился в грандиозную танцевальную площадку. Более 70 детей от 5 до 12 лет приняли участие в соревнованиях по спортивным бальным танцам на паркете Arctic Dance 2016. В этом году они стали юбилейными пятыми по счету. Умение слышать музыку, держать рамку, как говорят профессионалы и делать правильные шаги – все это учитывалось строгим жюри при выборе лучших танцоров. А тех, кто вышел на паркет и тех, кто получил заслуженные медали и долгожданные кубки – в следующем материале. Arctic Dance 2016 – настоящий праздник спортивного бального танца. С каждым годом количество поклонников звука вальса и латиноамериканских ритмов на Ринмаре только возрастает. Для самых маленьких участников эти соревнования первые в карьере. Для ребят постарше – очередные, но от этого не менее волнительные. Поддержать своих детей сюда пришли мамы и папы, бабушки и дедушки. Конечно, волнуемся. А как же? За всех волнуемся. Переживаем. И в первый раз на таком представлении. Так что болеем за всех. Для всех этот вечер не просто соревнования, а итог долгих и упорных тренировок. По мере приближения Arctic Dance 2016 нагрузка только возрастала. Накануне большого события занимались в усиленном режиме и с боевым настроем. На тренировочный паркет вместе с младшей группой вышли победители чемпионата Москвы по латиноамериканской и европейской программам, призеры и финалисты международных турниров Елизавета Лыхина и Олег Джен. Вместе с ребятами они еще раз отточили базовые движения спортивных бальных танцев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ребята смогли передать им некий свой опыт танцевания. И безусловно, это наша общая победа, что ребята могут позаниматься и видеть ребяту вот так вот на паркете, близко, поговорить с ними, задать им вопросы. Видеть чемпионов воочию для детей – это дополнительный стимул на пути к победе. По признанию самих юных танцоров, встреча с профессионалами поможет им в будущем. Помогают и очень сильно, потому что я хочу быть всего лучше. Помогают. Они говорят наши ошибки, мы пытаемся исправлять их. С ошибками или без все пары, а это более 70 детей, в назначенный день вышли на паркет и показали судейской коллеге и всем зрителям своей программы. Пока в зале соревнований определяются чемпионы, в соседнем конкурсанты, чтобы отвлечься от волнительного ожидания, в очередной раз отрабатывают движение или просто томятся в ожидании результатов. Для Кирилла Иняхина это состояние знакомо. В танцах уже более пяти лет. На учебное время хватает? Да. Хватает. Но не хватает на другие секции. Правда, на бассейн ходит еще, спевает. А вы как мама заметили какие-то изменения в эти пять лет? Может, осталось? Да, да, да. Осанка, поведение. Старается быть красивым. Между выступлениями юных танцоров на паркет выходят профессионалы. Пара из Москвы – Елизавета Лыхина и Олега Чжен. Арктик Данс произвел на профессиональных танцоров неизгладимое впечатление. Особенно поразило пару количеств танцующих детей. Я считаю, что уровень достаточно продвинутый у детей. Очень много хороших пар и большая конкуренция. Что самое главное в танцах? Не забывать, что ты танцуешь для зрителей, для своей партнерши, либо партнершного для тебя. То есть удовольствие, показывать удовольствие, что вы танцуете и получаете танцы. Надо получать удовольствие от танца, показывать все, что ты можешь и максимально насладиться. Участники соревнований наслаждались танцами на протяжении трех часов. Начинающие танцевальные дуэты и одиночные исполнители соревновались в категории «Массовый спорт». На паркет выходили все вместе, синхронно исполняли программу и получали от судей заветные баллы. Участие в этой категории приняли Света Рочева и Костя Канев. Для более опытных участников, которые переходят в категорию «Спорт высших достижений», другая система почета результатов, так называемая скейтинг-система. Пары соревнуются за выход в финал и за место на пьедестале почета. На первую его ступень, одними из первых, в этот вечер поднялись Александра Сахарова и Егор Примакин. Своими эмоциями ребята поделились после награждения. «Они потрясающие. Мы очень сильно волновались. Мы старались танцевать изо всех сил». «А как шла подготовка?» «Долго. Мы тренировались каждый день по три часа». Кроме того, в этот вечер были разыграны кубки по отдельным танцевальным дисциплинам по вальсу, квикстепу, чачача и самбе. Наибольшее их количество завоевала пара Евгений Зорин и Анна Чумак. Ребята показали самые лучшие результаты. В паре они танцуют два года. «Очень хотела, чтобы у меня было много кубков. У меня это получилось. Я тоже хотела. Оценивала окружных танцоров в этот вечер специально приглашенная судейская коллегия, в составе которой судей международной и всероссийской категории из Москвы, Архангельска и Череповца. Сергей Мухов, судья всероссийской категории, был на самом первом «Арктик-дансе», поэтому смело заявляет, уровень мероприятия заметно вырос. «Очень нравится приезжать на ваш турнир, потому что на самом деле самый северный город для нас считается, когда мы приезжаем. Количество пар увеличивается, программа каждый раз улучшается. Слышишь, дети как растут на глазах. В общем, очень интересно, замечательно. И самое главное, что молодцы, чтобы эта традиция поддерживалась у вас». Традиция проведения этого большого танцевального праздника лежит на хрупких плечах тренера и по совместительству президента Федерации танцевального спорта в Неницком округе Юлии Андреевой. Под ее чутким руководством азы танцевального искусства постигают 70 детей. Все, кто сегодня выходил на паркет. «Времени катастрофически не хватает, но мы делаем вообще дело, и я хочу видеть уже, так скажем, плоды моего труда. И сегодня я их вижу, и судьи, которые знают меня уже не первый год, и помогают нам в этом, в организации, в проведении таких турниров, говорят, что у вас уже растет поколение. То есть у нас уже выпущен какой-то определенный фундамент, и уже начинают нарабатываться возрастные категории, которые могут участвовать именно в спорте бывших достижений. Что мы сейчас и сделаем, так как после турнира пары, которые были на педестале, практически все поедут в город Архангельск на турнир северо-западной зоны России, и Беломорский ритм 2016». Пока в округе танцует такое количество детей, славная традиция проведения Arctic Dance будет продолжаться. Главное, чтобы были партнеры и единомышленники. Инициатором пятых по счету соревнований выступила региональная общественная организация Федерация танцевального спорта Неницкого округа. Организаторами спортивных состязаний стали Дворец спорта для детей и юношества Норд и Этнокультурный центр Неницкого округа. Главным партнером конкурса стала компания «Башневть полюс» в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией округа. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».